Воскресенье Дорогие отцы, братья и сестры, с великим праздником и с престольным праздником всего храма, с памятью святителя и чудотворца Христова Николая. Представьте себе, четвертый век, когда жил святитель Николай, а сегодня, двадцать первый век, шли века, тысячелетия, а память о этом великом воине Христовом, святителю Николаю, из года в год, из века в век, из рода в род, от народу к народу, жива. Я много в своей жизни путешествовал и на Ближнем Востоке, и по Европе, и в Африке бывал, в далекой Аргентине, И всегда, в каком бы уголке земли ни находились мы, встречались со святителем Николаем. Удивительное дело, что святителя Николая почитают не только христиане, я не говорю, что не только православные, а вообще христиане, но и иноверцы. На Ближнем Востоке, он почитаем особо и мусульманами. Вспоминается мне бытность мою в Египте, когда был в Александрии, и помню, приходили ко мне арабы, мусульмане в храм. Я говорю, а вы зачем пришли-то? Мы пришли к Николаю. А вы, я говорю, что его почитаете? Да, ваш Николай всегда нам помогает. И это не с такой любовью, с такой детской чистотой и верой, что поражало, что сделало имя святителя Николая бессмертным. Он не только на небе, но и на земле. Ведь, кажется, он же был таким же человеком. Сколько различных имен было с тех времен правители, мудрецы, ученые, воины. Но, пожалуй, никто так неизвестен, как святитель Николай. И некая вера подспудная в него. Даже люди, далекие от веры в плане, практической, все равно к святителю Николаю относятся, если не с любовью, то с опаской. Потому что, как-то все знают, что святитель Николай не только добрый пастыр, но и строгий, борец за веру Христову. Чем отличался он? Времена были непростые. Он жил уже тогда, когда христианство стало государственной религией. Но цари примирились, а источник зла и нападков на христианство – сатана. Христиан, конечно, не мог примириться. И новое нападение на христиан – елиси. И вот здесь святитель Николай имел такую ревность, что даже на Первом Вселенском Соборе не выдержал и нанес пощечину, как говорит церковь, золочестивому арию. Но не только это – стойкость в вере, его ревность, но его необыкновенная любовь. Вот некий бедный человек, помните из его жития, имевший троих дочерей и впадший в такую нищету, что готова отдать своих родных дочерей в непотребный дом. И вот под покровом ночи, очевидно, собрал где-то золотые монеты, потихонечку в окошко опустил в дом несчастного. Просыпается, а на огне мешочек, а в нем ровно столько золота, сколько можно отдать в приданное дочери для замужества. Отец в радостях выдает дочь замуж и счастлив, но ищет две несчастных. И опять, опять ночь, опять старец идет под покровом темноты, и вновь мешочек золота ложится на окно в доме бедняка. И вновь в радость необыкновенная, конечно, понял этот несчастный отец, что кто-то благотворит ему. И очень хотелось узнать, кто же такой. И начал следить. И вот вновь тихие шаги, и он, всеми любимый, святитель Церкви Христовой, вновь крадется, как некий человек может подумать за чем-то плохим. И вновь мешочек с золотом и быстрой походкой, стремление уйти. Но отец выбегает и говорит, старче Божий, остановись! А он убегает, как будто бы сделал что-то плохое, ибо он не хотел славы человеческой. Он творил это доброе дело, спасая от гибели безнравственной жизни этих несчастных деток, девушек. Это только один момент из жизни святителя Николая. Огромные тома написаны, когда он и в море спасал погибающих от крушения моряков, когда он и в темницах исцелял и выводил. И по сей день чудеса, творимые святителем Николаем, если собрать их, какую-то единую летопись, не уместятся в одну библиотеку. Вот поистине память вечную будет праведник. В наше лукавое, развращенное время задумываемся ли мы о смысле жизни. О том, что слишком быстро проходит время земного бытия. Большинство из вас люди престарелого возраста, всеми чтимый отец Николай, ему девяносто. Девяносто два подсказывает. Скажи, старший, заметил ты, как они пролетели? Не заметил. Мне к себе идет. И тоже не заметил. Мне все время кажется, я еще босоногим послевоенным мальчонком бегают в Курской деревне. А уже вечер. Уже звоночки поступают. Пора, брат, пора думать. Ибо нет человека, который бы остался жить вечно. Земля есть и в землю отыдешься. Всем без исключения. И простому бедняку и и. Да. Да-да-да. Вот с этими большими счетами, у которых может быть миллиарды, лимузины, дачи, виллы, кстати, на которых нередко они как бы спешат в ад. Ибо развращенность стала чуть ли не нормой жизни. А задумываться надо. я вспоминаю одного известного человека, не буду называть его имя, но ее знала вся страна. Я с ним дружил, он тяжело заболел. И уже буквально перед смертью мы с ним опять говорили, я какие-то добрые слова хотел ему сказать, утешить. Он мне говорит, эх, Феофан, Феофан, ну хотя бы немножко мне, еще годик два три, я совсем бы по-иному начал жить. И я верю, что это его намерение зачтется ему. Ведь кто первый вошел в рай? Никакие это праведники разбойник. который с покаянием сказал «Помяни мя Господи, когда приедешь и во царствие Твоем и ответ «Днесь со мною будешь в раю». «Помяни» И поэтому когда мы чтим память святых как святителя Николая, мы не только должны его молитвенно почтить, обратиться к нему с просьбой, мем мем это нормально. Но кстати и просьба нас когда прижмет окончательно и бежим хоть куда побежим. Но до этого мы обойдем все. Врачей ну конечно надо, но и колдунов всех кого хотите. Ну а потом вспомним что Бог есть. Давайте туда пойдем еще. Ну что ж Бог не отвергает и святые святые это те кто прошел путь по трудным нередко неизведанным путям в духовной жизни. И мы каждый так же путешествуем по этому волнующемуся житейскому морю. Где возьмем ответ как жить сегодня у них у святых. Вы задали мне вопрос так они жили в те времена сейчас все по-другому внешние обстоятельства другие а внутренняя сущность человека не изменилась. Зло как было зло только еще больше увеличивается так и осталось злом. А те нормы которые Господь оставил в заповеди и которыми шли святые воплощая в жизни это верный путь к миру в душе с Богом и к вечному бытию блаженному. поэтому в день святителя Николая поздравляю вас с этим праздником поздравляю всех Николая придя домой поздравьте их приведите мне завтра всех Николая в храм пьяных только не надо приведите скажите хоть раз идите в храм помолитесь святителю Николаю дабы прикоснулись бы его благодатному покрову а он никогда не отступит от нас с праздником храни вас всех Господь спасибо Господи